Кран-кордон приводит в исполнение смертные приговоры. Итак, вам нужно понять, понять. Представим, что вокруг каждого из нас круг диаметром 1 метр, внутри которого каждый может делать что пожелает. И всех нас окружают другие люди, равные нам, или просто живущие в одно время с нами. И меня не интересует, что происходит в их круге, но их почему-то волнует, что происходит в моем. Они начинают обращать внимание на то, что делаю я. А когда они обращают внимание на меня, то перестают обращать внимание на что? Правильно, на то, что делают они. Поэтому, когда меня критикуют, хейтят, в чем-то обвиняют, нельзя одновременно ненавидеть и созидать. Это невозможно. Нельзя критиковать кого-то и улучшать тем самым себя. Я не могу одновременно исправлять себя самого и кого-то еще. Нужно выбирать одной из двух. Когда мне было 25 лет, сейчас я лучше нарисую. Вот наш чувачок. Вот он, вот он. Все умеют рисовать палку-палку огуречек. И нарисуем круг. Потому что из-за него все и происходит. Потому что нам не хватает рук. Кому не хватает рук? Мысли, идеи. Постоянные отвлекающие факторы. Я придумал кое-что классное, но вдруг ты отвлекаешься на что-то. Я хочу заняться тем-то. Но, упс, у меня нет столько денег. Так. А теперь нарисуем ей Лену. Это волосы, если что. И что произойдет, когда появляется кто-то еще? Все становится еще сложнее. Теперь мне приходится расширять свой круг и заботиться о нас обоих. А теперь прибавим пару детей. И сотрудника. Несколько сотрудников. Четверых, семерых. Прибавим плохого сотрудника. Двух плохих сотрудников. Хорошего сотрудника, который стал плохим. Вот это и есть бизнес. Все становится сложнее и сложнее. И в центре всего этого парень, Грант. Замените имя на ваше собственное, и этот парень должен быть в лучшей форме. Вот почему я всегда говорю про 47 часов. 47 часов работаем, 7 часов тратим на саморазвитие. Работаете по 80 часов, тогда стоит уделить больше времени саморазвитию. Заложите туда больше часов. Подумайте, что я читаю, что изучаю, чему учусь. Кого я впускаю в свою жизнь. Как мне привести все в исполнение. И на этом все держится. Все дело в исполнении. Как все исполнить, когда я банкрот? Когда нет ни гроша, когда запутался. Как исполнить свои планы, если я постоянно отвлекаюсь? Это невозможно. А знаете, что еще приводят в исполнение? Смертный приговор. Это когда ты казнишь кого-то, обрываешь чью-то жизнь. Посмотрим словарь. Сначала у нас общее определение. Осуществлять, притворять жизнь. Но помимо этого, также проводят в исполнение и смертные приговоры. А теперь объясню, почему Елена мне доверяет. Потому что я привык ко второму значению этого слова. Гранд Кардон приводит в исполнение смертные приговоры. Я уничтожаю свои цели. Уничтожаю цели. Я нахожу цели и открываю охоту. И если у меня не получается добиться своей цели, я жутко расстраиваюсь. Я начинаю презирать себя, корить себя так сильно, что даю себе тем самым разрешение доставать других. Чувак, я сам себя пинаю из-за того, что упустил сделку. Что я сделал не так? Я постоянно спрашиваю, где я свернул не туда. Почему наша сделка сорвалась? В чем я ошибся? Неправильно выбрал время? Плохо объяснил? Или сделка изначально не планировалась? Я столько времени и сил потратил, чтобы привести этот приговор в исполнение, но облажался. Что я сделал не так? Потому что если я не узнаю, в чем этот чувак облажался, как я, черт возьми, могу помочь ей, не говоря уже о 170 сотрудниках? Как только вы поставили себе цель, не переключайтесь на более простую цель. Никогда. Не позволяйте своим менеджерам переключаться на более простые цели. Ни за что. Скажите всем, мы выбрали цель. Но, Грант, она была слишком сложной. Нет, не была. Она никогда не была сложной. Запишите это. Нет сложных целей. Есть лишь недостаточно эффективных действий.